Приветствую вас, Алина, давайте разберем ваш вопрос. Вопрос связан с тем, что девушка ненавидит мужчину за то, что он соврал про ребенка. Она говорит о том, что если бы он рассказал на первой встрече в апреле этого года про ребенка, она бы сразу общение прекратила, но он это скрыл, узнала об этом потом и сразу прекратила общение. После он ей написал, и она, соответственно, вроде как приняла и простила обман, хотя потом осознала, что он ничего не сделал, не извинился и так далее. Дальше они какое-то время общались, а потом он уехал по работе в другой город, и общение сошло на нет. Она по нему скучает, она о нем думает, вот, и в то же время ненавидит его за то, что он соврал, и, соответственно, хочет забыть. Вот, но в то же время он обещает, что приедет опять, и она как бы ждет, соответственно, этого дня. И спрашивает о том, как же все-таки забыть, просит помощи. Алина, ну, я бы сказал, что лучший способ, конечно, это пойти на психотерапию, да, то есть начать как бы психотерапию, потому что я не думаю, что какие-то советы вам в данном случае сейчас помогут, и вообще какая-то обратная связь в данном случае вам поможет. Смотрите, на что я бы сделал акцент, на что я бы обратил внимание. Во-первых, ненависть чувствует сильно, если у вас возникла ненависть в купе с любовной зависимостью, то получается, что не столько вы в человека влюблялись, не столько вы в мужчину влюблялись, сколько вы сделали его предметом своих ожиданий. И, соответственно, эти ожидания мужчина не оправдал, а вы как-то вот фрустрируетесь из-за этого, и эта фрустрация причинает вам, собственно говоря, боль. Вот. Ответственность, за которую вы переносите на мужчину, на его броню и так далее. Хотя, по факту, дело здесь не в ребенке, а в том, что человек просто к вам относится несерьезно. Вот. По большому счету, ведь не так важно, есть у него ребенок или нет. Важнее то, как он относится к вам, и важнее то, что вас связывает. А судя по тому, что вы описываете, ну, вас связывает не так уж и много. По крайней мере, с стороны мужчины заинтересованности вас я так вот как-то и не увидел. Вот. И получается, получается, да, получается, что вы как-то вот слишком большое значение придаете отношения. Вот. Слишком большое значение придаете мужчине. Вот. И полностью, получается, как-то забываете про себя. То есть для вас влюбиться, значит, раствориться. Для вас влюбиться, значит, полностью селиться с мужчиной. Получается. Это факт. Вот. Ну и... Какие-то ожидания, вот. За свои желания вы перекладываете на него. Поэтому я бы здесь поработал бы с селением. Я бы здесь поработал в первую очередь с разграничением вас и мужчины. Там все-таки вы разные. Все-таки вы два отдельных человека, которые каждый идет своим путем по жизни. И да, вы можете быть вместе, но это не означает, что как бы каждый идет сперващим путем другого. Каждый продолжает идти своим путем. И если у мужчины путь этот очевидный и вполне себе определенный, как бы он ни был, то у вас этот путь под вопрос. Давайте смотреть. Ненавижу его за то, значит, что он соврал. Ненависть – это чувство, которое возникает, когда перекладывается за ответственность на другого человека. За то, что я хочу. Поэтому вам здесь нужно, ну, как бы вот, ну, поподробнее, как бы на это обратить свое внимание. Дальше. Если бы на первой встрече в апреле он сказал, что не только брак, но и ребенок, я бы сразу прекратил общение. Почему? Что такого? Он скрыл ребенка и я начала рассматривать его как партнера для отношений. Это довольно забавно, учитывая, что его партнер для отношений и личность не одно и то же. Почему-то вы видите в первую очередь не человека, а партнера для отношений. Хочется спросить, а что для вас такое партнер для отношений? Открылась ему, общалась и влюблялась. Как будто бы все это вы это сделали для него. Как меняется он сам, как человек. Понятно. Вскоре я узнала про ребенка и прекратила общение. Опять же, почему? После месяца даже вроде как отпустилась, остался. Было тяжело. Из-за чего? Вдруг я снова на его страничку поставил лайк. Зачем? Он написал, выкрутился, прошу про ребенка. А почему выкрутился? Я приняла тот факт, что есть ребенок. А что такого опять же? Мы продолжили знакомство свидания. Зачем? Если вы сами сказали, что как-то вот ребенок для вас это все. То есть получается, я простил обман. Нет, вы просто шли надеждой на то, что ваши желания будут реализованы. Смирилась с ребенком. А раньше, что начало? Просто чисто на его красивых словах и эмоциях повелась. А как это произошло, что вы повелись? Что это такое? Только сейчас, спустя два месяца, я осознаю, что он ничего не делал для меня, даже не извинился. А почему вы считаете, что он должен измениться? Знаете, он мог измениться, но важнее то, что у вас есть ожидания его изменения. Люди ожидания не оправдывают. Итог. Он переехал в другой город по работе, и однажды общение сошло на нет. Один раз он объявлял свое, в Сунетске это куда пробало, а я все страдаю. Как? Ну как? Как вы страдаете конкретно? Страдаю, что чем-то зацепил. Чем? Давайте подумаем. Знаете, чем-то зацепил, да? Это не партнер для отношений. Это возможность решить какую-то свою проблему, Алина. Дурные мысли были, дурные мысли быть с ним. Почему? Напрячу свою голову, понимаю, что не нужна ему, он не пытался меня добиваться. И тогда я все еще думаю, опять же, как будто вам важно, что вас добивались. Это как-то вот про неуверенность в себе. Здесь. Я все думаю о нем. А как? В каком ключе? Вспоминаю милые моменты и даже плачу. Вы вспоминаете не милые моменты, а свои состояния. Вот вам нравится не он, а то, как вы себя чувствуете с ним. Не выдерживали, написали ему. Не выдерживали, что написали, для чего. Переписывали три часа о простоработе жизни и все. Как отпустить, как забыть. Понимаете, пока вы пытаетесь обрести свою целостность с кем-то, забыть будет сложно. Понимаю, новые отношения не получатся, пока не отпущу. А зачем вам отношения это в целом? Вот как-то вам хочется прям отношений. Не столько с каким-то конкретным человеком, с личностью быть, сколько с самих отношений. Вопрос. Не могу его отпустить, потому что не хочу, как захотел. Никак, мы не можем повлиять на то, что вы хотели. Значит, так. Присупринял тот факт, что на деле, кроме слов, он ничего там не делал. Это опять же такое ощущение, что вам важно, чтобы для вас что-то делали. Но ведь чувствуете вы, влюбились вы, так почему же вам так важно, чтобы для вас делали, а не вы делали что-то для человека. Так, сейчас он очень далеко и сейчас на отношения. Опять же, вам не столько важно, что он человек, сколько отношения. Понимаете? Я бы сказал, что здесь вот проявляется такой элемент психотицизма, когда человек как-то вот так очень сильно хочется с кем-то слиться в ком-то растворении. Когда человек... Это происходит, когда человек что-то не принимает в себя. Или имеет какой-то внутренний конфликт, который надеется разрешить за счет другого. Дальше. Так, он пишет, что, возможно, скоро по работе отправят в мой город и где-то внутри я жду этот день. День, когда он приедет, сама понимаю, как это смешно, помогает. Ну, Алина, я вам раскрыл детали, скажем так, некоторых направлений для вашей работы психотерапевтической. Вот. Соответственно, вам нужно выбрать психолога и начать, как бы, работать. Вот. Тогда проблематика будет решена. Всего самого доброго вам. Удачи. Обращайтесь.